Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня у нас вечер ТОФА, танки онлайн файтинг дрим тим. Сегодня у нас первое противостояние, которое начнется буквально через несколько секунд. Играет команда Камин Скилл против Белых Тигров. Карта у нас Иран. До начала боя остается у нас буквально одна минута. Сейчас должны игроки уже менять свои вооружения, потому что вижу, что пушки повторяются. И будем мы начинать. Сегодня трасслед для вас Дмитрий, 55-й, комментирует Динамит, Пес и Сотников Ваня. Всем привет! Привет! Вижу, что Камин Скилл уже делает построение в центре карты. Очень так органично они смотрятся вокруг этих пальмочек. А пока красная команда что-то потерялась. Но вот уже вижу, что выдвигается на центр и тоже будет делать построение. Думаю, что через секунд 30 мы сможем пробежаться по сетапам и посмотреть, на чем команды будут играть. Кому бы ты отдал предпочтение в этом матче, Александр? Ну, здесь, конечно, разумеется, думаю, что все будут ставить именно на Камин Скилл, поскольку это очень хорошая, соплоченная такая команда, которая играет не первый год в танчике и показывает достойный результат на протяжении долгого периода времени. Так, тем временем у нас уже прошло сомничтожение. Вспоминаю, что White Tigress играет у нас за красных, а Камин Скилл играет у нас за синих. Четыре игрока красных пока на карте. Да, куда-то отошел. Да, я думаю, что переодеваться он пошел. Возможно, краску снимать, возможно, замена какая-то. Ну что ж, давай, наверное, пробегусь по сетапам. Значит, Камин Скилл. Илла так играет на Вика Твинсе в краске за сборную Германии. Ракелян Хантер Рельс в краске за сборную Франции. Директ Хит. Хори Изя Тина. Также я вижу в Дэфи Парда и в Том Редла. Парда у нас на Титано Смоки, а Том Редл на Вика Громе. Стоит отметить, что ребята используют вот эти вот краски по-самому уникальные, потому что они уже завтра у нас из того пропадут. Ну вот, ребята решили, что можно надеть красочку такую красивую, аналогично премиуму по резистам, а именно 15% от всех пушек. И от Мин. Ну вот, такое вот интересное решение ребята выбрали. Тем временем, Нил Атак уже увозит. Есть встреча от Том Редла, но тут уже есть большой перехват от ребят из Белых Тигров. Камин Скилл у нас играет в два дейфера. Это Викинга Гром, Том Редла и Парда. Они вот сейчас Мейк экзаменировали хорошо базу. Стоят там пять Мин. Да, но Биг Танк сейчас прорывается, уже одну снимает. Но, в принципе, да, такая тактика имеет право существовать именно в два дейфера на флаге. Но Том Редла, смотрю, сейчас в центре выдвигается, чтобы помочь. Ну, видимо, в конференции прошла инфа, что могут увозить его команды, и он поехал навстречу, да и дамажит он дейферов неплохо. Ну, вот смотри, я вижу, что ребята из Белых Тигров у нас с первых минут зажимаются в дейфе и не могут ничего противопоставить вот такому вот напору со стороны Халмон Скилл, а те, в свою очередь, уже в 34 корпуса активно пытаются увозить. Да, Халмон Скилл пользуется именно этим, потому что парт уже очень даже хорошо заминировался, а Том Редл изначально ему тоже помогал, но сейчас мы видим, что Редл начинает выдвигаться уже на центр, и от центра с помощью своего Курома, Сплэша сразу троллит несколько соперников одновременно. Ну, а Вайт Тигры стоят в 3 дейфере, даже бывает и 4, почему-то не хотят они выходить в атаку, но, думаю, рано или поздно это закончится для них. Ну, боятся они своих именитых противников, скорее всего. Ну, боятся заблежать не ходить, а все равно нужно выходить в атаку, потому что нужно отодвигать свой деф, более такой активный, а не атак даже все-таки заехал, забрал аптечку и полностью уже на всем фарше будет, скорее всего, довозить флажочек, если не будет ему помехой никто. Ну, смотри, с другой стороны файт-машин, но успешно. Да, мины решают. Там никаких шансов. Кстати, царь Макс имел сейчас шансы вернуть. Сейчас, кстати, может идти, да, залететь на флаг, если партия не заметит, но партия-таки замечает. Есть мин, кстати, которая могла служить трамплином, но нет аптечки, и это доставка. Ну, вот, собственно, то, что ребята из красной команды сейчас сжимаются. Играть с ним действительно в злую шутку, потому что, смотри, как только они пропустили, сразу я вижу там двойные и тройные заходы от ребят, но вот остужает их Марикос и говорит, что нужно идти всем в деф. Ну что ж, это очень странно, ведь есть... Иран такая достаточно специфическая карта, потому что красная база здесь является определенно более слабой, потому что просто на тебя спрыгивает и увозит. Поэтому тут, как бы, с одной стороны, это действие выглядит логично, но с другим, с другой стороны, да, это полностью... Тем временем у нас красная команда подхватывает так, уже ушли на центр, если сейчас встретит, то это, возможно, будет доставка, если, конечно, не латака, обезвредит побыстрее никому. Но я не думаю, что он обезвредит, я думаю, что он отвезет и... Ну, здесь, конечно, мама-то смог и ошибается. Да, да, то есть карта очень специфичная, с одной стороны надо дефать, с другой атаковать, но тут нужно искать баланс, потому что нельзя развязывать руки своему оппоненту, и чтобы он владел полностью картой. Мне интересно, как там флаг ушел, потому что там двое было дефе, и парт вроде был целый, и там рядом интересная ситуация, очень вышла. Я наблюдал тогда, поехал он ставить мины, и файт-машин зашел с тыла, там была всего одна мина, он на ней подскочил, и увез. Вот как-то так. Так, есть передачи уже парту, как последним деферу. Достаточно много все равно мин находится вокруг него. Но это не самая лучшая идея была сейчас, потому что у парта нету дашки. Ну да, мина решают. Ну да, все же нормально. Есть изида, которая постоянно лечит, и вот сейчас уже выпадает дашка у него. Тем временем, у нас есть неплохая массивная атака на красный флаг, но почему-то Реддл не хочет подключаться, предпочитает он издали расстреливать с флэшами, и на этом вся атака, в принципе, и заканчивается. Тут атака, скорее, не со стороны синих, а со стороны красных. У нас вот же флагшток, постоянно они туда едут, и только вот файт-машин как-то постоянно пытается с биг-танксом заходить. Но в основном они вот именно на размене жмутся. Очень странно. А как вы смотрите для использования краски 15%? Потому что у модераторов, а именно вайт-тигр, 4 краски 15% они используют, и только один из биг-танкс играет в тигре. Не знаю, хорошо ли это на самом-то деле. Ну, если даже сравнить с теми же Каунт Скилл, то у них почти тоже все игроки находятся на 15% красках, кроме и Зиды, и Том Реддла, который играет на Громе. А, кстати, он же переделся, взял Жеку. Поэтому, в принципе, имеет место бейт, но я бы, конечно, не советовал бы. Это будет доставка флага сейчас от Вайт-тигр? Да, как-то мы прозевали это, Ну, я думаю, что пару-то поймали там на перезарядке. На мине, на мине, на мине там поймали, он поставил мину, остался без аптеки, заехал в биг-танкс на своем мульти-дэшном с аптекой и вернул флаг. Такая там была ситуация. Вот, и, собственно, пресловутость вот этого формата, то, что ты ставишь мину, вроде бы ты, как бы, защищаешь свой флагшток, но в следующий момент уже оказывается, что твое решение было неверным. Вайт-тигр сейчас пятером в дефис стоит, не собираются никуда уезжать. То ли они дропы выжидают, то ли они просто предпочитают постоять у своего флага. Но это сыграло с ним уже злую шутку, и у них уже один раз увезли, так, факт. Не уверен, что это правильно. Ну, сейчас будем смотреть. Том Брэдл правильно сделал, думаю, что я делал жигу, потому что 15% от жиги не сильно защищают. Меня сейчас очень удивляет то, что ребята из Калматскилл не используют вот эти вот верхние заходы, скажем так, чтобы просто прыгнуть Мари Кассона в голову и увезти. Да, совершенно верно. Могли бы зайти тот же не атак вместе с Изидой сверху и увезти флажочек легко и просто. Но почему-то они предпочитают заходить либо с центра, либо с фланга, где их встречают несколько корпусов, они не могут просто продавить их в ВВП. Услышали они вас и втроем, да, заходят. Вот такие вот, услышали меня, запрыгивают уже на флаг, но почему-то Директ Хит... Плохо очень отыграет эпизод и здесь уже ничего хорошего не произойдет. Ну это очень странно было, на самом деле, телодвижение Директ Хита. Даже очень странно, что он пытался спрыгнуть. Почему? Потому что и сверху вниз прекрасно лечить своих можно. То есть немножко свесился, как бы ты урона практически не получаешь там снизу и мог бы, да, получше отыграть здесь. Ну стоит обратить внимание на то, что Изида, конечно, было слегка и апутно, но с другой стороны было понерфиено в виде УВНов. То есть если раньше она лечила более-менее нормально, так сверху вниз или снизу вверх, то сейчас, в принципе, должна быть плоскость одного уровня, чтобы это происходило на нормальном уровне. А, вот, наверное, ты прав. И, возможно, именно поэтому Директ Хит пытался спрыгнуть. Есть у нас заход от него так, из Директ Хит. Но слишком много танков. Директ Хит, кстати, у нас одевает Викинга Рикошет в Зевсе. Снимает на свою ИЗу. Да, от Изида не отказались. Ну, спорное решение. Но после эпизода с Изидой, то думаю, что это даже не очень-то спорное решение. А наоборот, Рикошет, кстати, сверху может хорошо отыгрывать с помощью своего такого интересного геймплэя. Ну, я думаю, это связано, прежде всего, с тем, что парт у нас пока справляется в дефе. И, как бы, помощь ему не нужна. Соответственно, Изида тоже. Том Редл почему-то стоял сейчас. Возможно, он переодевается. Ну, есть ли смысл переодеваться за 20 секунд до конца раунда? Неизвестно. Но Рикошет сейчас вывозит на центр. Зон мощности у нас минус. И это, кстати, возможно, будет доставка. Ну, там фриз, вот, респается сзади. Если будет... А, нет, блока. Том Редл делает все правильно. Абсолютно объезжает, выбирает правильную траекторию. И в конце раунда, вот, ребята смогли подсобраться. И вот этот минус от Зова Вечности, насколько я понял, в этой ситуации немножечко зарешал. Да, определенно разрешал, поскольку сразу же оставил свою команду в меньшинстве. И плюс это была Изида, которая могла бы помогать. И на последних секундах Калмскил вырывает себе первые очко в данном противостоянии. Счет 1-0. Поменялись команды сторонами. Да, но сейчас должны, по идее, больше ребята из Белых Тигров давить. Хотя, кто знает, потому что вот это их тактика с 5-ю деферами, как бы... Ну, не знаю. Это, конечно, их выбор. Но это очень странно. Хотя интересно, почему. Потому что можно завлечь 4 корпуса на свою базу, а там 1 на 1, может быть, с Пардом кто-нибудь разберется. Ну, поймать снова на ошибки Парда, на его... это... в уставлении мин. Отъедет немного с флагой, и увезет кто-то. Но на самом деле, если они хотели дефить пятером, то карты выбраны, на самом деле, не очень удачно. Вот эти вот заходы сверху, это, ну, имба. Если ты хочешь дефить пятером. Здесь карта достаточно открытая, в этом проблема, потому что и синяя база простреливается практически, и фактически, и синяя база, и красная. Обе прекрасно простреливаются, и ты можешь там какой-то условный гром, рельсу, смойки взять, и как бы наделать много грязной работы. Не знаю, мы черкани, к сожалению. Так бы было поинтересно посмотреть. Могли взять ту же Губаху, или там, Парму, к примеру, и просто стоять пятером на кемперках, и отстреливать своих соперников, если они так хотели дефить. Я думаю, стоит наполнить нашим зрителям, то, что это уже не групповой этап, это уже плей-офф, 1.32, если я не ошибаюсь, а я вроде бы и не ошибаюсь. Поэтому ребята уже играют на победу, в случае поражения, команда вылетает с турнира. Напоминаю, что это режим у нас эконом, где нет второй сетки, точнее, нижней сетки для лозеров, здесь играется до первой победы и до первого поражения. Интересное сочетание у нас выбирает Ареклян, одевает он вас по рельсу. Потом Редл у нас одевает Изиду, а вот Делитхит одевает Фриза в деф, в мочкбарду на смаке. Да, ребята, сейчас друг друга и допоняли, Ареклян почему-то в него атака, врезался сходу и промазал. Но, кстати, вас по рельсу имеет тут право на жизнь, потому что, смотри, что он сейчас делает. Он просто наследует. Тем временем, у нас Хантера рельса с противоложного флага уже вперед. Флаг увозит, Делитхит не успевает, наверное, на Е, да, не успевает, увозит уже на центр. Если будет встреча от Изиды, либо Ареклян сейчас зарешает, и, возможно, это будет возврат. Там очень много красных на чужом флаге. Нет, чек-то, на тректора выбирает, конечно, Fight Machine. Меня вот удивляет, что вот ребята вроде бы дефаются, но при этом у них весьма успешно получаются вот эти колки и выпады, контратаки, и на самом деле парт, я смотрю, не совсем-то успевает. Хотя сейчас Делитхит увозит, но я не знаю, есть аптечка, и это будет доставка, да. Ну, стоит напомнить о том, что это все-таки база не такая сильная, как синяя. Здесь просто ты сверху прыгаешь, и можешь увести свободно. Ну вот смотри, урон он выдает, потому что команда белых тигров игнорирует резисты больше 15%. Не знаю, по мне так это неверное решение. Да, заходит сейчас к Маликосу, я напомню, что у нее нет аптечки, и будет у него возить. Ну, а белые тигры, белые тигры тоже будут пробовать, но Изита не успевает, а Реклян увозит флаг. Ну, Изита как-то очень странно тебе повела, она уехала с вражеской базы к себе на базу. Я вообще ничего не понял сейчас, что она сделала, ну, ладно. Да, траектория-то была очень странная. Ну, не доигрывают ребята, возможно, потому что просто не понимают, как тут играть. А от этого, наверное, и вот эта тактика с Петю Дейфрем, потому что не было, на самом деле, много времени у них, чтобы все карты для себя разобрать. А тут их, я напомню, 15 штук, поэтому, возможно, ребята просто не успели подготовиться. Ну, вполне возможно, но, в принципе, если ребята черкали карты, то они должны были предполагать, что, вот, допустим, там будет Иран или та же Кубаха, то есть они должны рассчитывать, что у них будет впереди и что нужно готовить. Очень забавно сейчас получился момент с файт-машин, он на мини подпрыгнул, еще в этой рельсу и тем самым отправился в минус. Но мин очень много на базе красных. Ну, определенно, потому что там директ-хит на фризе плюс парт вдвоем минируется. Я думаю, что после экватора раунда директ-хит поменяет выражение или просто уйдет в атаку, где уже парт будет само-дефить в лажочек. Это такая стандартная тактика в исполнении колонны скилл, когда они отыгрывают в деф в 2-3 корпуса, ну, а когда уже до конца раунда остается 5-7 минут, они отправляются в атаку, оставляя только одного парта в дефе. Что-то у нас же 3-0. Ну, да, а счет 3-0, я не знаю пока как белым тиграм увозить флаги. Они стоят втроем на базе, лишь одна Хантера Риэля пытается что-то сделать. Ну, сейчас одиночно опять-таки заход увозит, пытается возить на центр, но ракетлян спрыгивает просто делать свое дело и не удастся здесь белым тиграм что-либо сделать. Ну, вот смотри, они вроде бы за сильную базу они почему-то дефятся. Ну, это очень глупо, на мой взгляд. Вы можете легко зайти к парду, вот спрыгнуть на него и пытаться уже увозить, но почему вы стоите в четвером в дефе, и это не приносит никаких плодов, это очень странно. Морикос еще выбрал Мамонтед Твинс в дефе, не может он помогать издекать своим сокомандникам, и поэтому у него 18 очков за 5 минут. А тебе даже больше скажу, посмотри, откуда его достает Аракелян. Он просто сейчас с другого конца карты, казалось бы, его там нету, но вот уже рельса есть и Морикос абсолютно битый, вынужден тратить аптечку ради одного только Аракеляна. Аракелян. Морикос тем временем одевает продигу, видимо, все-таки рельса его так поднатаскала, и он переоделся. Ну, зажимаю сейчас команд скил своих противников просто к своей базе, не давая им выйти вообще со своего флага. Не знаю, по-моему, исход раунда этого ясен, по крайней мере, пока мне так кажется, потому что не вижу аутов каких-то для белых тигров, чтобы увести упор до флаг. Да, совершенно с тобой согласен. И к тому же я, конечно, не понимаю логику игры от белых тигров, поскольку счет уже 3-0 и им вообще не нужно дефисса. Неважно, с каким счетом ты проиграешь этот раунд, 5-0-10-0 нужно просто ходить в атаку, пытаться делать что-то в атаке. а не продолжать зажиматься у себя в дефе и надеяться на то, что вы сможете что-то-то сделать. Просто так почти не приедут. Сейчас хороший заход. У вас белых тигров заходят не втроем на базу противника, но там уже очень много минус стоит. Но это скорее уже такое жесточение, потому что ребята понимают, что то, что они исполняют не работает и пытаются уже как-то изменить свою игру по ходу матча, но на них это как-то не очень получается. Я думаю, что всем командам стоит пересматривать трансляции и смотреть свои ошибки. Да, даже не только свои, я бы сказал, и чужие обязательно пересматривать, чтобы понимать, как ребята действуют, как можно играть, как играть сильные команды и тому подобное. То есть много на самом деле ценной информации можно вынести из одного видеоматериала. Да, потому что продолжать стоять Twinz плюс визиты в дефе, это, конечно, круто при ничейном результате, но... Смотри, сейчас зов вечности. Если у него есть аптека, это бы хорошо. Нет, аптеки у него нету, и мусиль промахивается, и может быть очень обидно возврат. Да, это возврат. Но это очень странно, не Морикос почему-то не выдвинулся, не зов вечности, вовремя не среагировал. Ну вот какая-то мискоммуникация, ребят. Конфе, возможно. Морикос, насколько я знаю, играет без голоса, судя по его месседжам в чате. Но то, что, конечно, Fight Machine промазал паракеляна, то, конечно, сыграло с ним злую шутку. Могли, конечно, они доставить один флажочек. Но, увы. Думаю, ребят, стоит вам напомнить для наших зрителей, что у нас сегодня будет розыгрыш Invite. Начнется он в любое время, то ли в конце раунда, то ли в середине раунда. Поэтому следите за нашими сообщениями и за сообщениями, которые будут в чатике. Также хочу напомнить, что у нас открылась регистрация на TOF Solo Grom. Если кто хочет показать всю свою мощь грома, то обязательно заходите на форум, регистрируйтесь и участвуйте. Напоминаю, что у нас есть две категории, а именно Star для, так скажем, генерализмусов и Junior. Поэтому вы сможете попробовать сыграть и с мульта, и со своей основой, если такого имеется. Тем временем, у нас пытались опять-таки... А, все-таки подхват будет и, походу, это будет размин под конец раунда. Ну, с твоим вышесказанным словам могу только добавить, что Junior у нас, наверное, все-таки для более молодых, скажем так, не самых опытных громоводов, а вот Star как раз-таки для тех, кто уже успел попробовать себя в этой замечательной категории, хотя она была в последний раз достаточно давно, но все-таки нужно дать шансы, я думаю, ребятам более молодым, поэтому не стоит сразу там с двух аккаунтов участвовать, это будет немножко нечестно и, насколько я знаю, на самом деле там будет в одно время. Да, даже не запрещено, я этого точно не знаю, но я знаю тоже, что в одно время будут у нас бои, поэтому... Запрещено, запрещено участвовать с двух аккаунтов разных турниров и в Junior и в Star. Поэтому не надо давать неправильные посылы ребятам, а то могут тебя неправильно понять. Да, то потом скажут, а вон Саня Пес порекомендовал мне участвовать с двух аккаунтов разных турниров. Ну что ж, я плохие вещи не буду советовать вам, поэтому... Говорю только то, что он наверняка знает. Да, тем временем, до конца раунда остаются отличные секунды, счет 4-0. 2-0 по раунду у нас в данном противостоянии между кланами Калминскиллз и Уайт Тигрыз. Остается сыграть и выиграть, даже не выиграть, а сыграть мячу, либо выиграть раунд 3-й для Калминскилл, и они смогут уже пройти дальше по сеточке, а Уайт Тиграм придется уже по-серьезному так заплатить если не хотят продолжить свой путь сеточки придется выигрывать два раунда подряд и пенальти а пенальти нас проходит на карте зоне до 3 на 3 я на самом деле не завиду ребятам из белых тигров вот так вот в 1 32 и сразу на таких опытных оппонентов ну что ж это в любом случае опыт какой бы он ни был и даже если вы проиграете не стоит раз расстраиваться до возможно стоит более серьезно относиться к таким вот вещам более серьезно разбирать и возможно тогда в будущем у вас появится уже какие-то первые результаты на самом деле то что они уже в 1 32 вышли уже сам к себе результат и это в принципе достойно уважения да пришли они два группа лохитапа причем ни в одном из боев у них не было технического поражения играли не все свои бои и кстати не потерпели ни одного поражения что тоже неплохо они они ли у нас проиграли ребятам из team pointers напомните мне нет потому что team pointers играет в категории vip а вот даже так ну что ж в 30 секунд у нас до начала раунда и чем будем потихонечку смотреть разошла разошел разговор о категории встала гром зарегистрировались ли вы мои дорогие коллеги на этот турнир александр нет я к сожалению не зарегистрировался у меня не сказать чтобы много свободного времени именно по части турниров как раз таки по причине того что я для вас сегодня вещаю но в остальном всем совету кто не часто обязательно регистрируйте вроде на гром еще открыто вот она то в соло классик уже регистрация закрылась я даже знаю что там уже стартует стартовали даже уже первые бои тем временем нас ребята-то из белых тигров уже увозят и довозят до своего флагштока я вижу много синих танков но они уже имеют тенденцию потихонечку заканчиваться там рада очень крутую вещь сделал уперся в стену и не дает просто сдвинуть своего же мамонта чтобы поставить факт но это заставка да и ребята потихонечку начинают разворачивать игру в свою сторону что будем смотреть возможно ребята из-за халман скилл просто не ожидали не совсем до оценили со соперника сейчас но вот то же самое что биг танкс у нас сейчас тоже делает вас это очень интересно потому что он прекрасно понимает я думаю как пользоваться этим юрким шустрым корпусом как детский раз киту самую грязь и это потихонечку работает пытались возить ребята из калман скилл но вновь претерпели неудачу до изменили очень серьезно вооружение и сетап белые волки они одели викинга жигу хантер и рикошет и вас повели танк сыграл на викинга молоте и тут же переоделся на вас про рели это очень интересно на самом деле такое смена сочетание вооружение смена сочетания на краски все те же и все те же пресловутые 15 процентов которых можно только спорить и спорить и смотри вот сейчас биг танкс интересную позицию занимает но парта там все прекрасно идет посмотри как он понимает где находится сейчас его оппонент хотя сейчас почему-то пропускает хороший риса отлично и минусует он там брэдла очень кстати он классно нашел и видел что сейчас будет прыгать и хорошее видение карта что еще сказать на самом деле хорош выбор пушки от файт машины потому что надел рикошет и собирается видимо троллить иракляна чтобы он не заходил на их не респы и сейчас смотри на рикошете он пытается сверху вниз отстреливать правда ну это очень сложно туда поднимает время попросту спрыгит и прямо к парту в логово так что ничего здесь наверно не получится тем временем уже хороший тройной заход тут ребята скал матскил есть и не лотала до него так аптечка и он увозит на тут тот самый big tanks которых слову даже через пройдет же это это не пройдет просили это скала он колоссальное количество урон сейчас наносит и на самом деле мог и сливать если бы не вовремя подоспевший тиммейт и довольно подоспел этом рядом на свои детки но кстати там роду то умирает и это возврат с родом вовремя пик тэнкс подключился к возврату и выдал закономерную рису и позвать их произошел я кстати замечаю что достаточно сильный клан вот например те же synergy как ни странно используют так вот передачу на ходу то есть пред предостерегая вот такие вот ситуации когда вроде бы тысячу контролируешь но есть как бы один корпус там кто-то выдал ему урон и вот такие вот внезапные оставки то есть точнее возврата чтобы не происходили соответственно вот эта скидка очень помогает я соглашусь с тобою иногда она заключается в том что нужно заблокировать какой-то проход игрок который везет флаг скидывает флаг по другого и блокирует тот проход а иногда это делается из-за того что остается на лоу хп получается чтобы тебя не слили твой труп не мешал подобрать флаг потом сразу происходит скидочка и подбирать другой игрок сейчас парт отходит от своей флажка big tanks мог бы сейчас увозить если бы не арик или он не смог увернуться потом подбудет подбор дашь не ези до 3 рамы не успеет хорошие траектории часа за вечности но загоняет на себя в угол тем самым демонстрирую что возможно и очень хорошо знает карту а возможно в этом такой вот план чтобы собственно загнаться в углом тяжело будет вернуть очень камни скил big tank должен нет не успевает мне кажется что если бы он завернуть чуточку правее получается если смотреть от его лица то тогда он бы имел шанса встретить своих тиммейтов и доставить но кстати счет-то 1 0 и счет не меняется и вот все эти попытки заходов от калманский пока не уменьшались успехом был у них только один вот реальный шанс но все-таки там как раз таки царь макс во время подоспел стоит обратить внимание что парт продолжает играть в тандеме зереки там дефи на самом деле я думал что после такого проект нашего результата в свою сторону они начнут более агрессивно атаковать но почему-то перекид предпочитает стоять или хотя вот сейчас уже выдвигается помогает реки для ну успели успевая скинуть региона флажочек и дирекит подхватывает ну вот файт машин возможно не сам удачную цель выбирает белорист хита и сейчас тоже ошибается царь макс мог заблокировать он проход и реки то но мы то он этого не сделал и так он не верно это ставка да но если смотрите на скажем ранг игроков которые у нас сегодня играет то естественно что у ребят то есть common skill более широкий опыт участие в различных турнирах я думаю что именно индивидуальный скил у них будет немножко повыше поэтому ребята прекрасно понимать что нужно делать и вот смотри сейчас сняла так очень хорошую вещь продемонстрировал стеночки раз раздамажил и еду и уже морякос испытывает большие проблемы у себя в дефе потому что есть и там брэдл который будет но кстати сразу возвращаются все и будут мешать либо сейчас изиду сначала потом уже переключительно не атака но все любят именно пить у того кого есть флаг поэтому большинство игрока всегда забывает что нужно в первую очередь убивать и зита но вот такой вот курьезный возврат и сразу же подхват таракелян который убивает из еду с и спа и скажу что биг танк сегодня сваншотник была попытка вот файт машины попасть шариком рякашета если бы возможно он попал возможный был во возврат но он не попадает это 21 и вот только мы сказали что ребята из common skill он как-то прижались к середину карты то есть не получается их увозить как тут же две закономерные доставки я не уже и ведут по счету ну а также демонстрирует все преимущества рикошета троллит он сверху дейферов красных да причем тот даже ничего не может делать ой но не самый дальнейший момент наверно был для увоза сейчас у него атака но есть аптечка но вот если бы не этот файт машин я думал бы сейчас увез но он и увезет там есть там редко все свои земли конечно завернет на центр хотя нам аптека а нет аптеки нет есть рельсану которую раздамаживал там редал если бы он сейчас успел то него так благополучно отправился нарез я более чем в этом уверен он 31 и уже дверь до конца и уже я думаю ничто не составит нас сомневаться что ребята из common skill доведут счет раунда до логичного то есть свою пользу и закончить игру суммарно свою пользу нет на этот ранг был куда интереснее чем предыдущие все-таки белые волки тут больше атаковали не сжимается не в дефик 5 корпусов как мы это видели раньше да все верно но они сейчас как бы если была какая-то опасность то есть есть морякос есть за вечности на базе а вот есть какая-то непосредственно угроза имеется то тогда сразу бибик танк севать машин возвращаются но вот я вижу только что царь макс постоянно постоянно увозит атакует ну на то он и царь да несомненно сейчас биг танк какие-то страны перед выписывал по карте нашел свою цель в виде ракеляна он выиграет все удовольствием катается просто по кругу под его на это уже видел два раза как он мимо него приезжал да 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 я к этому виду что он доехал почему-то вражеского флага потом сделал петлю на центре и как-то на другой фланг сместился очень-очень забавно так а у нас открывается голосование сейчас для розыгрыш инвайта и ключевое слово у нас молод то есть восклицательный знак молод и участвуйте в розыгрыше я напоминаю что не стоит писать более двух раз потому что система вас попросту исключить из голосования вот поэтому не стоит не стоит влудить и давайте ребята у вас есть буквально несколько минут а у нас бой потихонечку заканчивается и заканчивается он как ни странно в пользу ребят из калман скилл я думаю что за 15 секунд чудес тут не произойдет и собственно со счетом 30 ребят из калман скилл у нас побеждают 3 1 четко ставление димфак и даже виде в раунде я в смысле по раундам я понял даже и несмотря на то что пера раунд был какой-то притирочные возможно ребята из той из другой команды ну как бы присматривались друг другу от этого такой осторожный счет лишь только под конец там удалось ребятам из калман скилл вытащить вражескую тряпку но в принципе исходя из того что я видел на карте счет абсолютно закономерно сжались очень много ребят из белых тигров но и вот такое вот поражение 30 но я желаю не расстраиваться ребята скалман скилл мы в сочи поздравляем